Тихо, тихо, сама сама аккуратная, чуть не перевернула на меня. Всем привет, рядом со мной звезда телеэкрана, я очень горда находиться с ней в одной машине. В общем, мы приехали сейчас на съемку, Ника снимается в кино. Ника снимается в кино, у нее эпизодическая роль, но она со словами, с эмоциями, ей там надо будет плакать. В общем, она молодец, сейчас у меня жарко, я аж так переживаю, что аж занервничала. Вот, поэтому сейчас я ее привезла, и это находится в другом конце Киева, Тихо. Находится съемочная площадка на другом конце Киева, так как это 1980 год, вот, и видите, какие дома сзади. Это по сюжету, по сюжету Ника 15-летняя дочка Зауча, и там целая история. В инстаграм часто спрашиваете, откуда я узнаю о кастингах. Я внизу оставлю ссылочку, их, в принципе, может быть много, если вы попадете в одну группу, то потом автоматически можете попасть и в другие. Там есть наборы, и вы просто смотрите по типажу, подходите, не подходите, бросаете, как бы, ну, как бы там плюсик, да, что вам интересно, и вам пишут. Вот, ну, вот так, Нику вообще нашли, как бы случайно. Я Нику не трогала, я только, вон, Демка у нас уже в клипе снимался, у Максима Фадеева тоже там, как бы, был этим журналистом. Да, маленький журналист. Вот, то есть это такая вещь, когда детки могут подзаработать на свои карманные расходы, на свои какие-то нужды. Потому что оплата, вот Демка, например, получилась за съемку, там, 2 часа съемок, буквально чуть-чуть, 500 гривен, да. У Ники 2 дня съемок, полторушка. Ну, то есть это немного, но в любом случае это интересный процесс, и это какие-то деньги в формате, как, там, для себя. Я там Нике говорю, говорю, ой, Ника, а что ты будешь делать с деньгами, с какими деньгами? Ну, то есть, как бы, она уже все, они, если попадают к ней в руки, то уже никак не выбраться, никак. Потому что я иногда говорю, купи корм своей кошке. Какой кошке? У нас есть кошка. У нас есть кошка, да. Вот, поэтому я говорю, там, тебе надо жалюзи, какие жалюзи? Или балдахин, какой балдахин, мне и так хорошо. Ну, то есть, шутки шутками, но на самом деле, это прикольная такая штука, поэтому внизу оставлю ссылочку, вдруг вам, не знаю, для себя, для детей попробуйте. Понятно. Я даже не слышу, руки. Ну, что ты раздакаешь? Не будем поздавать. Так, давай, Ники, я хочу подписывать, а не выехать. Ой, я смотрю на это все. Забрала доминнику, потому что я не участвовала в процессе, я ничего не видела. Я ее привезла и поехала отвозить Демида на футбол. Ну, вот, рассказывай. Я не знаю, что рассказывать, но это очень круто. Ну, подожди, ты села в машину и говоришь, ой, это круто. Что круто? Все круто. Ну, почему ты так рано освободилась? О, у тебя реснички подкрыть. Я же только в одной сцене снимала. Ну, да, у тебя же должна сегодня одна сцена быть. Ну, вот, мы ее сняли и все, все дальше снимаются. Так, это понятно, просто как, у тебя сколько дублей было? Ну, я всегда, там все, все с первого раза. Моя ты девочка, моя ты профессионал. И ты на футбол. Да, ты на футбол. Вот, ревнивый. Получается, сначала мы снимали общий кадр, потом каждого по два. То есть, средний кадр и как-то называется. Там был общий план и получается серединка и крупный план. Вот, крупный план. И как бы каждого крупным планом тоже. Получается, два кадра, два, два. Это уже шесть. И, по-моему, у нас было в общем сложности девять или еще дублей, да? Потом сняли как бы крупным планом письма отдаю. Потом он там крупным планом уже смотрит он эти письма. Вот. Ты плакала? Нет. А как было? Ну, мне два раза обмазали этим карандашом слезным. Мне написали в фейсбуке, что есть такой карандаш, называется он мятный. Ментоловый. Ментоловый, да. Мятный карандаш, типа, что у гримеров они есть. Типа, не парься, все нормально, если и надо, как бы. Да, мне оно просто пекло. Глаза чуть-чуть слезились, но... Ну, ты не плакала? Нет. Ну, и тем более там я как бы была обеспокоена, ну, как бы, потому что вот это вот, типа, весь этот стресс, вот это вот, приехали, что-то проверяют к маме, типа, что-то там подозревают ее, да? Угу. Откуси. Ух ты! Спасибо. Вот, типа, но это после социальных, где я плачу, то есть то, что мы с тобой снимали на кастинг. Это твой, а ты мой? Какой ты добрый мальчик. Да, спасибо. Мой сыночек очень добрый. Нет, спасибо, детки. Угу. Мне бы, конечно, нормально еду поесть. Ну, сейчас приедем, пойдем. Угу. Ну, вот. Поэтому, ну, а, мне дали платок. Давай ты не будешь жевать, а расскажешь, потом будешь жевать. Мне дали платок. Я его в руках, ну, я его в руках разве что переминала, так, типа, у меня же там вся такая... Волнительная, да? Такая романтичная. Не, спасибо, Демушка. Кушай. Я же вся такая романтичная, а мне любимого убили, о, господи. И я не знала, что это фильм исторический, который будут в кинотеатрах показывать. Он в кинотеатрах будет? У тебя на зубах шоколад, я чувствую. Камера просто, там через нее так, там дым. Там, чтобы была атмосфера, там дым запускали, и получается свет, который сегодня было видно, это вообще так круто. Ну, видишь, получается, ты хотела быть режиссером, и теперь получается, что ты как бы актер, и ты понимаешь чувства, да? То есть ты на другой стороне, это очень тоже здорово. Мама. Да, сыночек? А у нас не надо улыбаться. Где не надо улыбаться? Когда я снимал. Ага, да, когда ты снимал, говорили, не улыбаться. Мои талантливые дети. Наша актриса уснула. Ну, что мы будем делать? Мы просто сдалека ехали, и Нику вырубает, когда она в машине, ну, то есть укачивает. Заехала в магазин, купила продукты. Очень голодный, и, как представили, сейчас еще надо готовить. Дема предложил купить пиццу, но я не сдаюсь, сейчас буду готовить. Мы будем пиццу. 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 Нет. Будем есть мясо с кашей и салатом. Я не хочу есть. Тогда ты не голодный. Да, я не голодный. Ты смотри, поцелуй не действует. Может, еще один? Только не лаз, а раз. Вот еще один. Отстаньте. Он же тебя целует, что ты злишься? Я понимаю, но мы приехали домой. Тебе в машине оставить спать? Да. Да? Ладно. Я сейчас после йоги дико хочу кофе, но я до йоги стараюсь не пить. И сейчас хочу сделать себе кофе и выйти в прямой эфир. Выхожу в прямой эфир почти каждый день. Кто не подписан на меня в инстаграм, подпишитесь. Мы, в принципе, там очень здорово общаемся. И вчера в прямом эфире у меня спросили, говорит, Тань, как можно заработать онлайн? У меня на канале есть видео. Я внизу оставлю ссылочку, как это делаю я и вообще идеи. Вы там, в принципе, можете для себя что-то найти. И помимо этого, вот на слуху очень часто я слышу про Avalon Technology. В основном слышу от мужчин-блогеров. И вот сейчас зашла посмотреть, что это такое. Зарегистрировалась. Я вам сейчас покажу. Эта компания позиционирует себя для потребителя как пассивный доход. То есть вы можете вложить туда минимальную сумму денег и, в принципе, сразу же получать оттуда доход в размере 1,3%. То есть вложить можно... Правда, тут все в рублях, не в гривнах, но это не важно, да? Вы можете вложить от 100 рублей и получать деньги. Тут есть разные, сейчас я вам покажу. Есть разные тарифы и можно рассчитывать как бы доход. Скажу честно, я не особо в этом разбираюсь, но от того, что я очень часто слышу от мужчин-блогеров, мне стало интересно. Может быть, мужчины знают что-то больше, чем девочки. Поэтому, девчонки, давайте мы посмотрим. И внизу оставлю ссылочку активную. Переходите и тоже как бы попробуйте разобраться, зарегистрироваться. И можно, мне кажется, вложить даже небольшую сумму для того, чтобы проверить, как это все работает. Вот так вот выглядит сайт Avalon Technology. И здесь есть и о компании, и о их работе, и много чего. В общем, заходим в личный кабинет. Я уже зарегистрировалась. И здесь есть вклад на 24 часа, то есть всего лишь на сутки. Есть на 7 дней. Есть на 14 дней, на 28 дней. Ставка, как я уже говорила, да, 1,3% в день. Вот можно было внести депозит. Я еще не вносила, сейчас буду как бы только, только разбираюсь, да, и решила вам показать, как способ заработать денег. И, как я уже сказала, вложить можно от 100 рублей. То есть это как бы минимальный вклад. 100 рублей на наши деньги, это плюс-минус там где-то 50-60 гривен. То есть это ни о чем. Но можно внести для того, чтобы посмотреть, как вообще это работает. Потому что, ну, любопытненько. Я сейчас погуляла по сайту, посмотрела. Очень удобный интерфейс. Поэтому интересно, как оно все работает. Так, вот это вот главное. И опускаемся ниже, чтобы посмотреть. Здесь как работает платформа. Также как с ними можно заработать. Что тут еще? Показатели. Ну, и как я понимаю, чем больше инвестируешь, тем больше получаешь. Ну, опять же, что без рисков можно попробовать минимальную сумму свидетельства, то есть документы. И куда они инвестируют. И я, насколько знаю, насколько я слышала, да, в разные стартапы. Девчонки, я в студии на бровях. У Янины. Вы помните. Каролина бровей. Точно, кстати, да, вон, корона. Вы помните, когда я начинала вести свой YouTube-канал, у меня были запятые. И я приехала еще домой тогда, к Янине. На табуретку. Да, на табуретку точно. И тогда моя жизнь изменилась. У меня появились нормальные брови человеческие. Я их отпускала, потому что вы мне постоянно пишите, Аня, как отпустить брови? Вот пока я здесь, сейчас Янина все расскажет. Во-первых, она меня наругала и сказала, что больше не делай такие брови черные. Ну, я, например, хожу красить их. Она, когда смотрит мой Instagram, она рыдает. Сердце кровью приливается. Да, поэтому она сказала, быстро, срочно приехала, я тебе все расскажу, и мы все исправим. Поэтому я решила включить камеру, чтобы вы тоже были в курсе. Потому что вы у меня очень красивые, и будете еще красивее благодаря этой королеве. Спасибо, Анечка. Девочки, прекращаем рисовать черные пиявки на бровях, которые я когда-то сделала Ане. Ну, это было, да, 7 лет или 8 назад. Это я ей как бы намекнула, куда ей стремиться. В болото? Да, в болото к пиявкам. Потому что когда у нас была очень тонкая бровь, мы постарались ее максимально зарастить. Но сейчас, к сожалению или к счастью, тренды меняются. И трендами становится бровь натуральная, волосатая. То есть все татуажи, микроблейдинги, которые вы хотите себе сделать или уже сделали, это все игла, которая травмирует вашу кожу, ваши луковицы. И, соответственно, там, где есть шрам, волос не растет. Аня уже знает это. Она уже зареклась, наверное, больше никогда, наверное, больше никогда этого не сделает. Нет, не делала. Знаешь, уже сколько лет прошло, аж не делала. Единственное, с чем я сейчас справляюсь, это с ее холодностью, да, вот этого вот самого татуажа. А это не я, это Аня. Да, это я взяла и рубанула себе. В общем, короче, вы... Вот это покажи, это красиво. Кусок просто я себе взяла и откусила. И вот видите, теперь надо что-то делать. Надо отпускать, во-первых. Мне Инна сказала, что вот как бы даже то, что у меня сейчас есть, это тоже не то. Бровь становится максимально натуральной. Можно я возьму и понесу вот это вот вот сюда. Если раньше форма брови была у нас... Здесь у нас было толще, здесь у нас было тоньше, вот так вот. То сейчас, девочки, отпускаем низ максимально. И он становится у нас толще, чем начало брови. Какие свои брови? Свои? Свои. Так, я вроде вижу. Вот мои брови. Были нитки. Я, наверное, сейчас Ане найду все-таки фоточку свою с ниточками своими. И по поводу краски. Ты говорила, что в Киеве... Вот. Хорошая краска очень вышла сейчас в России. Наталья Шик выпустила. Она визажист, она бровист. Она очень крутой бровист в России. И она выпустила вот такую вот краску, которая дает очень максимально натуральный эффект на брови. То есть она ее, по сути, просто теплит как бы фоном легким, совсем легкой дымочкой. Если бы здесь вот не было дырочки у нас брови, то она была бы максимально качественно прокрашена, как здесь. Она не делает очень темный рисунок на коже. Она просто тонирует волоски в нужный цвет и делает это максимально теплым, теплым оттенком. Наталья Шик и краску, соответственно, назвали тоже Шик. Сейчас это вообще любимая краска, которую я крашу клиентов. Если вы в Киеве, если вы собираетесь в Киеве или вообще, то я вас просто... Можно я приглашу их? Да. Приехать в студию на бровях и привести свои бровки в порядок. Помимо того, что вы можете привести свои брови в порядок, можно еще их заламинировать. Не привести в порядок. Я хочу, чтобы вы сами приводили свои брови в порядок. Я хочу просто каждую направить на путь истинный. Правильно, для этого им надо приехать. Надо приехать хотя бы на консультацию. Потому что как они приведут себя в порядок, если, например, не понимают, как это правильно сделать. Я насколько в курсе, и то не была не в курсе, видишь? Поэтому приезжайте. Я давно не была. Я внизу оставлю ссылочку на студию, на Яночку. Чухаем брови, отращиваем брови и приезжаем. А я расскажу, как. Да, Яночка рассказала, как сделать так, чтобы брови быстрее отросли. И вы у меня спрашиваете, как, как. Я вам рассказывала, но сегодня я узнала секрет. Секрет. Да, чтобы они быстрее отросли. Поэтому я вам дальше дома покажу, потому что я буду делать. И вот сразу вам покажу, как надо делать. Адрес? Эрнста 16. Да, это, ну, в любом случае... Кадетский городок, Кадетский, Гань. Ждем вас. Да, я ссылочку вставляю. Так что, девочки, всем красоты и красивых бровей. Так, девочки, я в студии еще нашла одежду. Сейчас мне принесут мой размер. Это S, это XS. Но я хочу штаны, чтобы были посвободнее. И мне хочется, чтобы кофта тоже была посвободнее. Вот, это новый бренд. И, 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 и. И отмечу внизу. Можете зайти посмотреть. И это не все цвета. Мне вот этот вот цвет нравится. Шампань. Этот есть на змейках, а есть в виде худи, как на мне. Да. Вот, и в эту субботу и воскресенье будут новые цвета. Так, и есть футболочки. Одну мне подарили люди. Это моя честная бровя. Да, на бровях. Мы с тобой одной брови, да? И вот это вот светится ночью. Может, поскольку касается. Кстати, надо будет вторить. Так, вот это. Я удачно заехала просто. С фоткой со спешкой. Да, сейчас. Вот прям мокрые. Мокрые волосы. Помыла голову просто вот так. Потом побрызгала немного солью. Солью просто. Она как вода в начале. Но потом она высыхает и тупо становится дубенькая. Такое, как этот, как... Это для малой. У нее жесткие волосы. Они вьются. Ей вообще будет идеально. Только немного. Не переборщите. Это прям вот как с моря вышло. Так, девочки. Я просто заехала на просто крутой день сегодня. Одни сплошные инсайты. Поэтому я решила сразу включая камеру и делюсь с вами. Вот, если что. И опять же. Та-да-да. Я, в общем, дома тоже вам покажу. Просто, ну, от радости прям плакать буду. Да, что-то я еще хотела. А, вы меня спрашивали по поводу масла. Вот. Масло. И я его где-то получила, да. Где-то оно у меня там, по-моему, лежит. Да, то есть этим маслом я буду отпускать брови. Так что пишите мне в комментарии, насколько вам такие заходят видео. Полезно, не полезно. И включаться, когда я что-то новое узнаю. Сейчас я включилась, потому что это просто королева бровей. И вы знаете. С одним глазом. С одним глазом накрашена. Но она у меня просто училась сейчас правильно носить макияж, потому что... Девочки, брови будущего, они размытые, не черные, не четкие. То есть все размытая бровь. Пожалуйста, я вас прошу, отрастите брови и не делайте черных пиявок. Аминь. Да. Что, он будет подрезать чуть-чуть, по-моему. Или тут у меня, по-моему, 4 метра. Вообще, мы так проверяли только 4 метра. 4-3, да. Ну, правильно. Еще же будут наконечники. Ну, там они... Небольшие, да? Не такие, они практически одеваются. А, как колпачечки. Да. Угу. Ну, да. Ну, да. Так, сейчас тогда посмотрим, по высоте. Все металлические. А, ты что-то собралась, в общем? Как бы, да. Я думала, у тебя... Хватит жить в аквариуме. Я подумала, что ты будешь, как и у меня, ролеты делать. Нет, зачем? Действительно. Что-то уютно. А мне, значит, ролеты. Спасибо. Так, а у тебя по-другому не получится, потому что у тебя узкое окно и просто там стол стоит. Тебе только, он просится, аж бекон ролеты. Ты сама выбрала эту. А? Большие такие, по-моему. Да, вы, кстати, еще измерите, да? Потому что мне в магазине сказали, что когда ребята приедут, они измерят правильный размер. Спасибо. Я вообще хотела из тебя кабинет, но ты мне его не дала. Так, смысл ли кабинет, он вообще как будто бы... Ну, как коробочка маленький. Ты как котенок. Ну, зачем? Просторы-то страшные. Это замечательно. Это неудобно. Это высоко, наверное, да? Да, где-то так. Вот так, где-то так. Что? Ты хочешь так высоко? Ну, конечно. Я думала, они вообще будут почти на уровне окна. Не-не-не. Чем выше, тем лучше. А потолок будет самую последнюю очередь. Он будет натяжной. То есть где-то вот так, да? Да. Так, теперь только откуда его... А вы же этим измерите, да, что кровненько было? Как он это называется? У меня есть эта палка измерительная. Ну, я вижу, что кровно уровень его. Ну, в любом случае, кровно ставится не... Ну, хотя, если будут делать потолок, то... Я могу вам дать, у меня есть рулетка. Ну, у нас фейс. Ну, просто я не знаю, мне надо, чтобы ровненько было. И, в принципе, в той комнате точно так же по такому... Ну, не дамочным сетям, где-то. Ну, просто от них. Платье как-то, от пола. Плюс-минус, вам по времени сколько надо? М часа полтора, наверное, часа пола. О, вообще отлично. Это даже по изображению не надо. Я вам еще нужна? Все. Все. Я за Демидом. А это для жалюзей Доминики в комнату. Ника тут нашла... Нашла-нашла черный цвет. Ну, он не здесь, он где-то тут будет. Вот, кажется. Нет, спасибо. Там, где красный. Нет, черный там. А, вот он, вот он. Вот этот вот Ника захотела. Это не блэкаут, потому что он и так, в принципе, черный. Блэкаут черный. Вот. Не меня. Сейчас пойдем измерять ей в комнату, чтобы узнать, что почем. Вот черный. Много разных. Насколько они дороже? Чуть-чуть, может, дороже, чем я. Здесь качество лучше этих механизмов. А вот плэкаут. Ну, плэкаут, он, по-моему, тяжелее. Ну, по-крайней мере, здесь хоть черный цвет, а не коричневый. Угу. Она намного дороже? Ну, она и тяжелее. Тут механизм должен быть очень такой совсем. Я ж не знаю, там... Вы одну хотите? Ну, там одна будет. Потому что там не такое окно. Если надо посмотреть, там... М28, где она померила сначала? Там уже много. То есть ставим на раму, да? Да. На металлическую. Метр 75. Метр 80. Если вы подписаны на меня в Инстаграм, то вы знаете, что это Евкадий. Приятно познакомиться. Есть еще Аркадий. Пылесос Аркадий. Да. Я уже все пропылесосила, поэтому он уже отдыхает. Не устал. Мега крутая штука, на самом деле, что отпариватель. А с пылесосом я очень довольна. Я вам его показывала уже, но тогда он только появился. И я, ну, как бы, была довольна, но думаю, попробую. И он пылесосит мега круто. Там всего лишь две насадки. Одна для щелей, вторая, как бы, обычная, да? Но этого достаточно. Он, конечно, если у вас квартира, то... Ну, он громоздкий. Для дома. Поэтому рекомендую. Доброе утро. Девчонки, хочу поделиться с вами своим уходом. Я поменяла сейчас на осень уход за лицом. И я такая довольная. Вы себе не представляете. Причем это так произошло, вообще, как бы, случайно. Оставляю внизу ссылочку. И знаете, как так идеально подобрать косметику для лица онлайн? Для меня это было на грани фантастики. Вот действительно идеально косметолог подобрал. Сейчас объясню. Это польская косметика. На самом деле брендов много. Инстаграм-магазинчик. Вот. Брендов много. Мне подошла именно польская косметика. И мне прислали из Варшавы. Ждала я посылку 5 дней. Дождалась, начала пользоваться. И не могу нарадоваться. Вот реально не могу нарадоваться. Сыворотка это вообще просто бомба-ракета. Серьезно. А как вообще подобрали через Инстаграм? Я заполнила. Вам тоже, кстати, оставляю. Пройдите. Никто не заставляет вас ничего покупать. То есть вы проходите просто такой как опросник. И отвечаете на вопросы, высылаете. Я вот так вот сделала. То есть без макияжа. Дневной свет. Я сделала фотографии. То, что мне не нравится. Показала свою кожу. Где, какие нюансы. И описала это. И мне подобрали косметику. И я уже как бы принимаю решение. Надо, не надо. Хочу, не хочу. Куплю, не куплю. Так и вы. То есть никто не заставляет. Так я настолько довольна, что я не могу просто не похвастаться. Не могу не рассказать. Все продукты, которые мне пришли. Я всеми ими довольна. Я сейчас занимаюсь активно уходом за... Вот, кстати, я только проснулась, да? Я еще не расчесывалась. Я очень довольна уходом за волосами. Но это я расскажу уже в следующем видео. Может быть сделаю так же, как с кремами. И вы мне напишите в комментариях, заходят ли вам такие рекомендации. Бьюти рекомендации. Потому что в инстаграме мне попросили, Ань, покажи. Ну, я и сама хотела показать, скажу честно. Потому что я безумно довольна. Вот искренне просто мега довольна. Поэтому внизу оставляю ссылочки. На свои средства. Может быть у вас по типу кожа похожа на мою. И вам подойдет. Но я все-таки рекомендую пройти вот этот опросничек. Ссылочку прикрепляю внизу в инфобоксе. И попробовать, да? То есть как бы попробовать эту косметику. И радоваться так же, как и я. Я такая довольная. Вот прям очень довольная. Первый этап это очищение кожи. У меня это успокаивающая пенка. И она прекрасно мне подходит. Она именно под мой тип кожи. Кстати, эта пенка деликатно очищает кожу. И мне она ее не пересушивает. Вторым этапом я тонизирую кожу. Вообще, для чего предназначена тонизация? Для того, чтобы восстановить физиологический PH кожи. Ну, после пенки или геля, или любого средства, которым вы смыли косметику или вообще умылись. Я очень люблю сыворотки. Причем на масляной основе. И это именно такая. Действующее вещество, оно более концентрированное вообще по своей природе у сыворотки. Поэтому хорошо работает в глубоких слоях кожи. У меня это масляная сыворотка, как я уже сказала, с витамином С. Она очень приятная по текстуре и содержит активные ингредиенты, которые осветляют кожу. Оказывают антиоксидантное действие, питают и улажняют. Мне она очень нравится. Моей кожа она идеально подходит. В комментариях, используете ли вы крем под глаза? Я крем под глаза люблю. Особенно тот, который работает сразу моментально. Вот этим кремом я довольна. Потому что буквально через два применения, то есть два-три дня, я сразу же увидела результат. Написано, что этот крем обладает сильным увлажняющим и питательным действием. Я вам могу сказать, что да, это так и есть. Он разглаживает и заполняет морщины. И тоже с этим согласна. А после крема под глаза я наношу крем для лица. Крем очень легкий и не оставляет жирного блеска на коже. Это очень важно. И его можно использовать как базу под макияж. Хочу показать вам сахарный скраб. Он, кстати, работает еще как маска. Это освежающая дыня с зеленым чаем. Натуральный пилинг, который благодаря содержанию сахара прекрасно отшелушивает роговевшую кожу. При этом увлажняет, смягчает и питает ее. Очень легко пользоваться. Нанести скраб на влажную кожу и деликатно помассировать. Сахар начинает таять. И потом такое ощущение на коже. Увлажнение и питание. Мне очень понравилось. Я сначала использовала на лице, а потом пошла и по всему телу. Поэтому очень его рекомендую. Также один-два раза в неделю я использую маску для чувствительной и куперозной кожи. Она очищает кожу, смягчает и разглаживает ее. Уплотняет стенки кровеносных сосудов и уменьшает покраснение. Также она увлажняет кожу. Кстати, эту маску следует смешать с теплой водой, чтобы она была чистка густая на лице. И держать ее 5-20 минут. У кого как. У меня достаточно минут 10 и до того, как глина не начнет подсыхать. Потом достаточно просто смыть теплой водой. Утро классное. Ну что, как вам мое видео? Заходят такие вот, чтобы на заднем фоне был голос или как? Напишите, мне нужна обратная связь. Интересно. В следующем видео я вам расскажу по уходу за волосами. И на моем канале предыдущее видео было о уходе вообще, как бы что я делаю, да. То есть, такие секреты, которые я узнала на протяжении, наверное, нескольких лет, пока я борюсь с своим выпадением. И волосы обламываются очень неприкольно. Но сейчас перестали волосы выпадать. Я делаю мезотерапию. Я делаю плазмолифтинги. Ну, в общем, я активно ухаживаю за волосами. И могу вам показать свою косметику в следующем видео. А в предыдущем я просто рассказывала, ну, вообще, как я ухаживаю, какими средствами пользуюсь. И там консультация трихолога. Поэтому переходите на мой канал, нажимайте там видео и смотрите, что пропустили. А чтобы не пропускать мои видео, нажимайте на колокольчик. Также ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Все. Всем пока-пока.